теперь внимание еще вот это покажу я все время этого боялся показывать я стараюсь не трогать людей которых давно нет на свете получилось часто как оно случается виноват не сам овсинский виноват в том случае помните не тебя же который говорил что луч света если не попадет почка не за это развиваться не будет как используется это наследие херово используется вот смотрите ладно общинский в общем тут не было фамилии просит меня потому что не он виноват хороших условиях они мудро наращивать массу тела плохих условиях цель мяса мудро оставить потомство но это чем мы и говорим чуть выше короче во втором случае растение нагреет больно растут но не плодят плодят ну а дальше он предвидел такое слова который мне не нравится недовольство это дерево якобы и недовольство своим положением страдания вот причины по которым цветы цветут производит семена куда не спорю хотя название жуткие страдали действительно уже то что попадает на север этого достаточно чтобы страдать и давать урожай и дальше я и дальше я говорю никаких калечений достаточно должен изер переехал достаточно того что по двойности подходящий и без этого уже будет плодоносить теперь читаем дальше стараюсь это очень важно это же уровень хотя бы студентов поэтому я буду это говорить когда-то это все должно перейти настоящие и так как их учили учили а диплом никакой разницы метро в переходе купил диплом выделите диплом что там ничего не умеешь и тут ничего не умеешь и так причиной улыбки был убежден в том что природа весной улыбается цветением должны знать причиной улыбки есть боль вот тут он молодец слово боль вот сейчас 21 век 20 20-е годы конечно страшно вот видели только там что это персик надо калечить то есть надо резать конечно страшно я его благодарен за то что он применил слово боль мы ее не чувствуем но она есть ну а дальше к сожалению цинизм хозяин должен употребить известные средства дура дурак сходи чтобы заставить россияне цвести плодоносит потому что без этого и самая лучшая почва добра и не будет ни к чему растение неимоверно чувствительны тем пыткам слова пытки вы слышите тем пыткам который подвергает их человек им стят за них цветками плодами вот вот это было вистину введено но если все-таки это классик жил на юге вы на севере к нам никаких пыток уже сама природа уже пытка переехать сибирь на урал на дальний восток подмосковье уже пытка понимаете вот это очень циничная книга очень циничная невероятно и к сожалению все это правда читаю дальше это важно важно я через сердце пропускаю вещь дерево живое существо одно сильнее мудрее и стремится выжить как можно успешнее за цели у нас разные его планы не ходят собрали нас отборными плодами смею думать ну вообще-то лампочки его цель 7 до предоставлено собой себе дерево наращивает количество плодов соответственно уменьшая их размер попадая в непривычные или тяжелые условия деревья также уменьшают плоды включает выживательные гены дичьих предсказ ну что скажешь более того детально исследовал а потом встать и встать это будет еще продолжение темы не знаю сегодня или не бать или же вот это вот вот эту фразу детально исследовал формирование урожая у яблок наш старейший ученый плодовод и вес весаева доказала сокультуриванием общая продуктивность дерева не растет довольствие плодоводство даже обиделась за счет 21 веке двадцать этим году это тоже считается ахинеей вот он овчинский признает что весаева доказала не растет как-то было каком-то там бомбом ходи что угодно делай колдуй тысячу вариантов тысячу и все равно больше не будет общая продуктивность не растет вот это один из законов сейчас я к нему в свой закон при собачке научная обиделась правильно обиделась потому что получается все они херней занимались повышая плодовитость но факт и мелкоплодные ранетки и крупноплодные опорты дают урожай одинаково по массе вот это гениальное достижение и самая вот эта фраза помните я про нее рассказывал сейчас продолжим у ранеток сто раз больше плодов значит и семян вот так вот ребята я уже волнуюсь теперь давайте больше о чем поговорить сейчас начали еще раз и того есть применяли слова страдание пытки так вот дерево живое существо я ему благодарен за это нациализм страшный и благодаря ему это дает повод калечить деревья одно можно только раньше заплодоносить ну и раньше заплодоносим это называется перевод дерева с роста до плодоношения прием известный у меня таких фотографий даже не только бы полно прием известный быстренько было лишение но а тоже уже искалечено раз в растопе потерял к нему будет теперь это цепляться вся эта живность подлая для того чтобы сыграть террористы тоже это добавится расчет роспоси прекращаться никогда уже не будет таким как как она должна быть вот и тогда железо вот и саму взять это касается селекции а теперь железо чего я начал я еще тогда это не нашел на прошлый мой вебинар начинался вот этим постулатом никакими ухищрениями то есть она про селекцию селекция не увеличить отношения это значит что все эти а армия вся эта тернею занималась сразу было бы сразу начали с прививок никто начали с прививок мы давно обошли эту науку до десятки лет никакими это мой постулат никакими ухищрениями в том числе пыточными пересадки обрезка обильные поливы удушение проволоки обдирание коры обрубание корней обильные подкормки создание искусственное обитание невозможно получить урожай за все годы больше чем он заложен программе развития но он еще и всегда меньше и постулат 29 любое искусственное вмешательство в жизнь дерево уменьшает суммарный результат здоровья и срок жизни то есть все наоборот а теперь соединяем селекционный постулат и мой постулат который касается это агротехники и получается дубинская пример почему мы экономим миллиарды рублей на той работе которая больше не нужно никогда не нужно а вот откуда я узнал я узнал до него еще до него до общинского как-то очень просто про это рассказал на курдивах николай вот он рассказал как исаева ну так получилось что это второй источник исаева и благополучия в любимом институте я забыл какой где-то то ли в бичулинский то ли в москве это было короче и отказали метров и отказали защитить степень и она поехала в этот самый так получилось она поехала в новосибирск кажется восклил и там где никто ничего и близко в этом не понимает поверьте мне вот именно о чем речь идет данном случае до яблони ссылались это врач или вот но там таких специалистов равных и не было но она взяла и там защитилась почему сейчас объясню может быть там не было прямых этих самых специалист которые занимались селекции яблони как это было допустим это самый бардоле может быть про бардолу звенит а довосибирск молчит но там нашлись люди которые это поняли и вот все детства у меня до сих пор лежит это самая визитка я возвращался из москвы я была провальная выступление где меня рот заткнули отключили микрофон я ехал рядом всяком который представился примерно приведу я там где-то визитку заместитель директор института не чисто этого самого ну что-то и к экологии что-то галатуши и я бы показал те же самые фотографии я с собой с подарочью таскал бы уже не везде же есть куда диск вставить вот я вам показал фотографии а он сказал что он представляет там сибирский москвил я вам показал эти фотографии я буду рассказывать он меня слушал а фотографии не это это настоящая там первые у меня урожая были счастливы сейчас не повторились некоторые это вообще что-то невероятно он меня слушал всю дорогу пока вы ехали до новосибирска у меня там пересадка было а вот его себе он меня слушал сказал это что неужели этого не может этого не вас нет правда и это все куда и вот тут глаза вот такие вот это надо было это самое вот ну правда он потом так и не позвонил видимо или до конца не поверил и людей вот и его тема была вот это вот сирица сибирская вариант а исаева-то исаева-то смогла защитить задачи там были люди которые они просто это поняли ведь я же тоже я же не сравнил я же не брал 100 деревьев которые с урожаем культурным вот как здесь пример приводится тузра детки а тут это аборты да вот я же не могу здесь тут этих и сравнить это она сама напрашивается это как надо было прожить 40 лет саду в конце концов поле все понять что исаева гений поляк этим словами закачивать ирина исаева настоящий гений потому что это доказать и ведро сюда ведро до весы три года дерево 4 заплодоносила вот уже по 10 ветер а там получилось тысячу разлеток а здесь всего лишь этих самых 100 невозможно это надо было просто это называется гениальная догадка и когда я к этой гениальной добавки я железу добавил вот это вот что к селекции я добавил что как не нужно отменяем все пыточные а то есть современная геотехника вот представляете какая польза гигантская потом я промышленно сейчас как же без обрезки надо чтобы все такие были ну подумаешь сейчас по всей россии морозы стоят сейчас эти деревья которые были из коричневой обрезки попередок тут ну приступу это мы хотели чтобы у нас были крупные яблоки мы хотели чтобы они были на этих наклоновых подвоек корней там с гулькин хер вот столько вот а то что они безнежная зима а вы посмотрите сколько безнежных регионов этом году у меня снега нет сейчас морозы трещат думаете у меня только я уже получил около десяти писем караул что делать что делать не знаю в данном случае это другая тема хотя обидно страшно вот я высказался ребят и как раз прошло два часа и что мне осталось еще сказать чисто это уже использовать для тех вот следующем покажу вариант как я их называю промежуточные то есть не кидаясь в крайности это будет уже с вашей помощью вот но к сожалению кончились эти сам и видите слива червивая причина перечень и трогает здоровое здоровое дерево не трогает никто даже эти самые даже для вездесущие и на них плоды которые тоже никакой человек не тронет никогда пока дерево слива здоровое когда заболела пряске сбомнили как тут и начинается и самое страшное это я уже перевысил левит осенью при сольных кругах перекопать почву давайте все еще раз поговорим перекопал почву или перекопала на усилие называется личинки на поверхность а черви это надо подвесить дом чтобы согреться будем чреве изучать перекопать почву для того чтобы и десетки эти же а дерево это больное ты от ничего не сделаешь ему поняли нет это я вот эти вот вот с этим я должен бороться мне нет других причин чтобы просто это говорить о хорошем сейчас все вот это все технологии вот этой детская больное дерево и что ты ему сделаешь то ничего ты этим лиситкам не сделаешь перекопать почву чтобы уничтожить червей опять я под конец что ну чё я уже слушать меня не могут большинство так довольны но я просто поражаюсь я хожу в этот самый весе бешеный конкретный разговор впереди серьезный разговор а пока давайте так сейчас я докопать дату и темы и все пропуская вам такие не нужны сердечки не надо выброшу так сейчас дойдем до этого а вот олег василич сыроватка значит олег три ножа продав среду сбавил после первого даже получилось 3 500 что это не 3 500 я считаю стоит уж я за разбирать в ножах осталось 7 ножей из них осталось 1 2 3 левши 1 2 3 чины это те которые были изящны но остальные мужикам ну пока купили три мужика русские женщины счет 3 0 не вашу пользу цена 3 500 любого привычного ножа цена саночка 300 рублей ну а дальше пойдет вот такие вот пожелания все чего не учил этого человека все накачиваю разговор время наше вышло ну не считая того что ухты позе филиппо да позе филиппо я серьезно последние веточек искалечил дерево дубля варятов не было вот это не свежая фотография это какой-то из прежних годов значит все лавочка скоро закроется до нового года уж точно ну а дальше я почему тороплю да потому что мне деньги нужны и мне я на печь уже вот кстати позе филиппо что если грамм как все ребята закругляюсь реклама больше не будет а вот это на и отдельный фильм сделаю здравствуйте купил один ваш журнал садоводство двадцать первом веке выпускать садов первый последний потому что два 20000 отдал двадцать тысяч лежит и никому не надо и вот если разобраться разобраться это отдельная тема невозможно все темы охватить или да здесь поэтому я это отдельно взял обратно ведет его до ума так все друзья уходим отсюда и переходим